Делать, думать и говорить одно и то же Мир за Мухаммедовым. Эдуард Ильдусович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас в гостях в лобби-холле не первый раз. Давайте напомним, чем занимается ваша компания, кого перевозите и куда. Наша компания базируется в Орженкизовском районе, города Перми. На рынке пассажирских перевозок мы с 96-го года, в следующем году уже будет 20 лет. На сегодняшний день мы обслуживаем такие маршруты, как 18-й, 34-й, 53-й, 32-й, 77-й, 22-й, 48-й маршруты, которые связывают Орженкизовский район с центром города, ну а также внутри района маршрута. Маршруты востребованные, популярные, поэтому, надо полагать, вы знаете, о чем говорите. В прошлый раз, когда вы были в лобби-холле, обсуждали внедрение, это как раз было накануне внедрения единой маршрутной сети, высказывали опасения о том, что, в общем-то, не все делается в интересах пассажиров. Сейчас эти опасения подтверждаются? Да, частично они подтвердились. Одно из опасений, которое было ожидаемо, это появление нелегальных маршрутов. Те перевозчики, которые не смогли отыграться в конкурсе, те, которые не обновили свой подвижной состав, на самом деле они вышли все-таки на маршруты, причем даже не на те, которые они раньше обслуживали, а там, где они посчитали нужным, в том числе и в конкуренции вместе с нашими направлениями. Вы были не единственным, кто высказывал опасения относительно внедрения новой схемы пассажироперевозок. Те замечания, которые высказывали вы и ваши коллеги, они были учтены разработчиками хотя бы отчасти? К сожалению, нет. В этом и заключается трудность, что у нас нет такого доверительного диалога с разработчиками. В частности, разработчиками были рабочая группа Пермской городской думы. К сожалению, не было проведено ни одной общей встречи. Замечания учтены не были. То есть получается, что мнение одного из участников процесса перевозчиков не было учтено по-вашему? Я считаю, что нет. Что касается главного, пожалуй, участника все-таки процесса пассажироперевозок, есть ли обратная связь, что говорят люди относительно изменений, вступивших в силу летом? Выводы пока делать еще рано. Частично маршрутная сеть вступила в апреле месяце, полностью закрепилась с 1 июня. Лето всегда считается техническим снижением пассажиропотока. Я думаю, что основной показатель это будет сентябрь-коктябрь, когда поедут школьники, студенты, и тогда уже будет ясная картинка. Вы чего ожидаете? Коллапс не случится? Нет, коллапса ни в коем случае не будет. В маршрутной сети больших изменений таких не произошло. Порядка 90% подвижного состава маршрутов, они сохранились. На ваших маршрутах изменения как-то сказались? Ну, конечно, конкурс был открытым. На самом деле для нашей компании мы часть маршрутов лишились, часть приобрели вновь. И, конечно, были свои рабочие такие трудности, что надо было быстро, в кратчайшие сроки, как-то переформатироваться, отстажировать водителей на новые маршруты, выпустить подвижной состав, обновить GPS-программы свои, автоинформаторы. Это, конечно, такое дело трудоемкое. Причем 2015 год он ознаменовался тем, что очень много нововведений. Как и новая маршрутная сеть, так и проведение конкурсов. Плюсом к этому город на себя взял обязательство до 1 октября ввести электронный билет. Электронный оплату проезда. Да, да, да. Все-таки, если тезисно сформулировать, что не устраивает, что хотелось бы изменить, какие предложения перевозчиков не были учтены при ее формировании. У нас всегда получается таким образом, что мы догоняем уходящий поезд. Те изменения, вот допустим, которые сейчас мы прорабатываем, которые мы на местном уровне уже и с диспетчерской службой, и с департаментом дороги транспорта пытаемся выстроить диалог и внести свои изменения. Да, на этом уровне нас слушают. Слушают. У нас есть диалог. И диалог позитивный. Но проблема в том, что это можно было учесть раньше. Все правила игры можно было сформулировать еще в начале года. И это все прописать. А сейчас получается ситуация, что есть проблемы, проблем много, и мы пытаемся их решить сейчас, когда уже, в принципе, все конкурсы отыгрались. Что за проблемы? Вот главные проблемы пермского рынка пассажироперевозок. Это больше организационно-правовое отношение. Что может делать департамент или центральная диспетчерская служба. Что делать она не может. Как правильно закрывать рейсы, как их корректировать правильно, в зависимости от пробок, либо других каких-то сложных ситуаций. В принципе, этого в конкурсной документации не было. И сейчас вот по каждому пунктику приходится вот это дорабатывать уже. Так или иначе, новые правила игры, мне вы тоже об этом сказали, они уже действуют экономически. Как чувствуют себя перевозчики? Позволяют ли эти правила, новая маршрутная сеть, в частности, зарабатывать, быть прибыльным? Я, может быть, вас сейчас удивлю, но действуют отчасти. Складывается такая ситуация, что, да, единая маршрутная сеть в силу вступила. Вот, пассажирпоток был проведен, но на сегодняшний день, о какой-то экономике говорить вообще нельзя. Почему? Потому что уже сентябрь месяц, а за тот период, когда мы отработали с 1 июня, мы еще не видели субсидий. Мы живем сейчас на заемные средства. И как-то спланировать дальше свой бизнес мы просто не можем. Я считаю, что в данном случае мы стали заложниками ситуации. Можно затронуть массу примеров, начиная даже с обновления пассажирского транспорта. Основным критерием отбора перевозчика было обновление пассажирского транспорта. Практически все, кто выиграли, они взяли на себя большое бремя, кредитное бремя, лизинговых платежей, кредитов. И на сегодняшний день, при входе в зиму, этот вопрос, он становится весьма актуальным. При нынешнем тарифе, который действует сейчас в нашем городе, и без субсидий города, нам просто не выжить. Так или иначе, все-таки пассажироперевозки, несмотря на всю социальную значимость этого бизнеса, это все-таки бизнес. Все-таки вам нужно зарабатывать, обеспечивать работой и зарплатой своих сотрудников. Стучитесь ли вы в пока, может быть, закрытые двери? Что это за двери? Выше стоящий орган департамента дороги транспорта, где нас принимают, выслушивают, но не всегда слышат. Будем надеяться, в том числе и этот выпуск лобби-хола послужит тому, что услышат все-таки. Надеюсь. К слову, об еще одной группе участников этого процесса, о ваших сотрудниках. Наблюдается ли текучка кадров и вообще, что делается сейчас для того, чтобы сделать профессию, например, водителя автобуса престижной и желанной? Что вы делаете? Ну, здесь, как и в любом предприятии, это, конечно, работа с кадрами. Да, на самом деле, что текучка кадров, она имеет место быть. И, в принципе, я считаю, что она очень высокая. Хотя, при нашей работе этого допускать никак нельзя. Конечно, уровень заработной платы, которую мы сейчас платим, на мой взгляд, ее не хватает. Надо увеличивать фонд заработной платы. Но, исходя из нынешней экономической ситуации, мы себе этого пока позволить не можем. Много говорилось, и в том числе в нашей беседе вы уже упомянули о введении электронной оплаты проезда, электронный билет. Сейчас эта система опробируется, тестируется, участвуете ли вы в эксперименте? И вообще, как, на ваш взгляд, эта затея, она позволит оптимизировать городские перевозки? Мы практически с первых дней пробуем ее, уже внедрили практически на всех своих маршрутах. Мы ее тестировали уже. Мы двумя руками за. но на сегодняшний день возникает ряд вопросов. Анонсировал город, что она должна вступить с 1 октября, но у нас сентябрь, и никакой ясности нет. А что за проволочки? Что мешает внедрить? Существует одна главная проблема, но опять, это же мое сугубо личное мнение, это перетягивание одеяла между городом и регионом. Одни хотят сделать это на базе автовокзала, другие на базе горпассажей Транса. Мы работаем на сегодняшний день с СОО «Прокарт». Это система «Единый билет». Система нас вполне устраивает. У нее есть масса плюсов. Мы надеемся, что внедрение этой системы уже произойдет в свои намеченные сроки. Есть еще один момент, по которому стоит, наверное, внедрять электронный билет. Хотел узнать вашего авторитетного мнения на этот счет. Сможет ли это снять или помочь сгладить вопросы, которые возникают к власти, к перевозчикам относительно дотации из госбюджета? То есть учет будет более прозрачным? Естественно. Я не знаю ни одного отрицательного момента, который бы существовал при внедрении. На сегодняшний день при внедрении будут только одни плюсы. Как, начиная от мониторинга, заканчивая, как вы сказали, прозрачностью. Потому что на сегодняшний день много упреков в адрес перевозчиков это именно то, что бизнес непрозрачный. Главная наша цель, конечно, доказать, посмотреть. Потому что формирование тарифа, формирование цены проездного билета школьного, студенческого, это все можно сделать элементарным математическим расчетом. Чтобы правильно рассчитать, сколько проехал определенный льготник, сколько у него было поездок в месяц, это все без труда подскажет вот именно вот эта единая электронная система. Итак, собственно, на какие суммы рассчитываете, что по-вашему было бы оптимальным? Эту проблему надо развернуть более широко. На сегодняшний день при нынешней экономической ситуации в первую очередь не обойтись без повышения тарифа. Это, наверное, вопрос номер один, который спасет и наш бизнес, и облегчит премия бюджетных расходов. К слову, городская администрация анонсирует уже возможное повышение тарифа в феврале будущего года. Пока, правда, не называют цифру. Предположите, будет ли, собственно, это повышение? И, на ваш взгляд, опять же, оптимальный размер стоимости проезда в общественном транспорте, который был бы достаточен для того, чтобы перевозчики смогли работать, бюджет нес посильную для себя нагрузку, но и граждане не ощутили это, может быть, так значительно на своих карманах, на своих кошельках? Повышение, оно, я считаю, будет обязательно, потому что против математики никуда не попрешь. Как это будет? Это уже решать будет именно наша Пермская городская дума. Хотя, на сегодняшний день то, что они принимают тариф, это, конечно, большинство перевозчиков не устраивает. То есть, 16 рублей недостаточно? Естественно, недостаточно. Это было недостаточно еще 3-4 года назад. Но здесь ситуация каким образом? Если город хочет видеть у себя именно вот такой политический низкий тариф, значит, должны быть какие-то рычаги по финансированию тех маршрутов, которые выбиваются из экономики. На сегодняшний день это порядка 80% маршрутов города Пермь. То есть, 80% маршрутов без государственного участия работают себе в убыток, получается? Да. Итак, сколько в таком случае билет должен стоить оптимально для вас, как для перевозчиков? 20 рублей. Это тот минимальный тариф, который, я думаю, устроил бы и перевозчиков, и пассажиров. С какими еще проблемами приходится сталкиваться и работать вашему предприятию? Когда вступил в федеральный закон в июле месяца, надо, конечно, прорабатывать нормативную базу, надо выстраивать взаимоотношения между нашим предприятием и городом. Это, наверное, задача первоочередная, и я надеюсь, что все-таки нас привлекут к этому процессу. Мы будем это как-то вместе обсуждать, и будут приняты какие-то положительные решения. И все-таки, чем сегодня недоволен рядовой пассажир общественного транспорта в Перми, как перевозчик? У вас есть картины, складываются? Да, конечно. Мы постоянно мониторим эту ситуацию специально для, так скажем, оперативной работы с нашими пассажирами. Мы завели группу ВКонтакте о Дизель, где принимаем все жалобы, предложения. Самая острая проблема у пассажиров, это именно по поводу новых автобусов. Новые автобусы с малым количеством посадочных мест. Пользуясь случаем, хочу объяснить нашим пассажирам, так скажем, в прямом эфире, с чем это связано. Неважно, какой марки эта техника, наша, либо импортная, все модели городских автобусов, это все низкопольные. Соответственно, чтобы добиться низкого уровня пола, салон автобуса теряет порядка восьми посадочных мест. Плюс, большее количество дверей. На сегодняшний день это три створа. Это еще порядка шести посадочных мест. И многие пассажиры говорят, что верните нам старые немецкие. Что не практически невозможно, а невозможно в принципе. Это объективная экономическая ситуация, а также условия нашей конкурсной документации. И я хочу еще раз вам сказать, что во всех ситуациях пассажир и перевозчик, они всегда находятся на одной стороне. Но на сегодняшний день складывается таким образом, как нам город задает, какие параметры вхождения в этот бизнес. Такими мы и руководствуемся. Ну, собственно, я со своей стороны единственное, что могу выразить, это надежду на то, что и в дорожном комитете, и в Пермской городской думе вы будете услышаны, и наши пассажиры уж точно не окажутся крайними в этой ситуации, будут наслаждаться перевозками. Мы тоже очень на это рассчитываем. Спасибо вам большое, что пришли, спасибо за откровенный разговор. Вы смотрели Лобби-холл, у нас в гостях был директор транспортной компании Дизель Эдуард Мирзамухаметов. Смотрите нас на Вете, я же прощаюсь с вами, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова